История, которая заслуживает действительно отдельного видосика. Привет всем, компьютерная мастерская Happy PC, Даня, мастер Александр, все вы уже знаете, оператор Антоха Ванька в сторонку убежал. Сашка, буквально два слова, а я скажу предусловие. Клиент с другого города прислал материнскую плату абсолютно без ничего, с проблемой невключения либо включения периодического, то есть она может включиться работать, может не включиться работать. Вот, мы ее посмотрели, покрутили, повертили, она вот такая вот зигзагом плата, неизвестно, то есть она по почте так пришла или еще что-то. Более того, был даже кусочек компаунда сбит с хаба. Мы посмотрели, думали, господи ты боже мой, ну стопудово какая-то микротречь она скрученная. Но в итоге человек написал, что сам дул на хаб, поэтому компаунда здесь нет, и решено было все-таки эту плату подвосстановить. Нет, то, что повреждения были это факт. Вот этот конденсатор был оторван, потому что, когда он пришел, не было кондера одного. Вот этого кондера не было, но он был, он там выпал куда-то там. То есть это почта России его покрутила до стороны? Да, почему и было предположение, вот если посмотреть, то плата немножко изогнута. На камере сложно передать, но поверьте, на человеческий взгляд оно очевидно, да видно, что он изогнут. Но, дело мастера боится, Саня подвосстановил. Что там, какие были костейки? Ну, визуально было видно вот здесь, может конденсат, может еще что-то попадало. Вот этот компонент, назовем его транзистор, если правильно быть, точно, MOSFET. Ножки были, уже пытались кто-то паять, и, ну, смотрелся он не очень, как сказать, красиво. Поэтому пришлось его заменить. Поменял MOSFET, зная еще, что прошил две флешки BIOS. Да, и были с официалки залиты два BIOS. Поскольку, да, Саша, спасибо огромное, что, короче, дал вторую жизнь этой плате. Сейчас она заводится абсолютно стабильно. И в чем проблема? Ну, проблема, конечно же, погонять, потестировать, а в таком она на состоянии пришла без шлейфа матрицы, без ничего. И достаточно проблематично, скажем, тестировать материнку, не имея остальных комплектующих. Но я помню, эта моделька, по-моему, G700. Сложно было. Я смотрел по потреблению блока питания, просто из опыта, вот эта материнка, у нее при старте с матрицей со всеми делами примерно 1,6 ампер. То есть, в данном случае, когда она изначально стартовала, у нее было 600, сбрасывало, сплавало там 300, 600, бывало доходило до 800, там, 90-900 мА и все. И причем он опять ресетился, опять у него было 600 и мог висеть просто на 600. И больше он ничего не делал. Когда он уже был обновлен, у него появилась стабильно, у него он эту отметку сразу превзошел. Причем, самое интересное, у него, как пользовался еще осциллографом, вычитка всегда была. То есть, как бы обмен данными на плаше был, ну, фактически всегда присутствовал. Все. Миссия мать восстановлена. Еще раз, Саша, спасибо. Не будем тебя отвлекать от действительно сложных ремонтов. Я чего хотел сделать? Ну, моя задача, как и человека, который общается с клиентами, действительно полностью проверить, убедиться, что вещь функционирует, и мы отправим ее обратно полностью рабочую, без всяких подводных камней. И тест вот такой материнки достаточно проблемный. Тут появилась небольшая идея. Пойдемте сразу, не будем отвлекать Сашу, перейдем в офис попроще, без такого крупного оборудования, но зато с другими, так сказать, подходными моментами. Смотри, какая появилась идея. У нас есть материнка, есть система охлаждения без нее, есть питание. Мы взяли абсолютно новый шлейф на матрицу, и сейчас мы сделаем то, что хотел сделать вообще, в принципе, абсолютно, я думаю, любой мастер, который занимается компьютерными ноутбуками, мы возвращаемся. Мы сейчас докажем, что можно, в принципе, имея рабочую материнскую плату от ноутбука, сделать себе, по сути, моноблок. Моноблок неплохой, моноблок тоненький, моноблок, который будет полноценно функционировать, не занимать абсолютно никакого пространства, и в данном случае мы убьем двух зайцев. Мы сделаем себе тестовый стенд, на котором можно будет прекрасно, собственно, потестировать эту плату перед отправкой клиенту, вот, и докажем, что это действительно вещь, которая имеет место жить. Смотри, какой план. Я сейчас, понятное дело, делаю полную профилактику на нашу термопасту, все это меняю. У меня есть полностью матрица, она помечена как с полоской, то есть, ну, не рабочая, нам для теста вполне себе подойдет. И план такой. Мы сейчас должны будем, смотри, что заметить. Задача зафиксировать для тестового стенда материнскую плату на матрице. Вот так вот примерно. Притом, у нас температура может доходить на области процессора, области видеокарты, ну, скажем так, ну, в районе там 70-80 градусов, то есть, это достаточно жаркая штука. Матрица же реагировать по факту, может, значит, плавиться там в районе 100 градусов. То есть, по идее, мы должны запаситься, но все равно не хотелось бы, чтобы было, знаешь, четкое прилегание компонентов к самой матрице. Поэтому было, так сказать, методом просто на глаз выявлено. То есть, у нас самые высокие части, это как раз-таки порты USB 3.0, LAN, HDMI и VGA. То есть, мы буквально подручными средствами сейчас с вами сделаем моноблок. Есть двухсторонний скотч, тейп так называемый. Нужно нам еще на обратной тоже стороне платы для, так сказать, равновесия тоже еще разочек посадить. Возможно, картонку небольшую, нанести на нее тоже термоскотч, чтобы мы смогли зафиксировать нашу материнскую плату. Вот как раз-таки обязательно обезопасим всю эту поверхность, чтобы ни в коем случае металлические компоненты в другую не соприкасались. И, посмотрите, она просто идеально сюда садится. То есть, сейчас мы с вами забахаем такой вот планшет. Так что, приступаем и докажем теорию, что это, в принципе, можно сделать буквально из подручных средств. При этом, не нужно иметь никакого там суперобразования или каких-то делов. Смотрите, задача еще сейчас такая. Померим у нас, раз есть тепловизор, почему бы его не использовать? Сейчас мы подключаем как раз-таки нашу матричку, запустим все это дело и под нагрузкой посмотрим, насколько действительно у нас греются вот эти обратные части. То есть, действительно, какая температура будет непосредственно на матрицу влиять, потому что момент важный, чтобы ни в коем случае не было перегрева, и матрица действительно служила достаточно долго. Это у нас все подключено. Берем новенький шлейфик. И в целом, я подумал, на самом деле, рабочие материнские платы, я не совру сейчас, на ноутбуке можно в зависимости от типа модели купить, ну скажем так, от полутора-двух тысяч рублей. То есть, на какие-то совершенно простые модели, допустим, которые там, ну скажем так, от двух тысяч рублей реально найти, особенно в бушке, рабочую материнскую плату от ноутбука. Плюс найти какой-нибудь, не знаю, взять там со старого ноутбука или там с каким-нибудь небольшим дефектиком матричку, не знаю, там с царапинкой тоже обходится буквально, ну максимум, там тысячу-полтора-двух тысяч рублей. Найти с царапинкой матрицу тысяча рублей, материнская плата две-три тысячи рублей, это сколько получается, ну вроде там четырех тысяч рублей максимум. И по факту у вас, ну грубо говоря, можно, если так полностью ужаться, ну вроде пяти-шести тысяч рублей сделать себе полноценный комп. Это достаточно интригленно, понятное дело, он будет не мощным, все будет зависеть от конфигурации вашей материнской платы. Ну в целом, в целом, эта идея имеет место быть. Держи, пока не дурай. Берем, сразу, смотри, наш подкидываем ССДшник. Ну опять же, я не посчитал стоимость ССДшника хорошего. И вообще всего остального. Но в целом, все вы поняли. Подкидываем наш проверочный ССДшник, подключаем зарядку. И делаем себе тест. Все, по идее у нас все полностью рабочая конфигурация. Единственное, нужно включить, у нас кнопки включения тоже нету. Но она включается нехитрым, так сказать, телодвижением. Нам нужно в данном случае... Тепловизор. Тепловизор я возьму, потому что я еще не запустил. Один на этот, другой на... Все, индикаторы побежали. Да, картинка появилась. Lenovo. Есть контакт. Теперь смотри, что я делаю. Мышка у нас подключена. Сейчас мы должны быстро будем запуститься. Запускаем полностью стресс-тест. Все, запутился. Все, у нас по сути, смотри, рабочий комп. По сути, у нас рабочий комп. Мы запускаем сразу. У нас есть, да, допустим, ID64. Что нам еще для счастья нужно? Да, единственный момент. Понятное дело, здесь у нас не будет колонок. Если у вас есть, допустим, на разборе ноутбук разломный, можно еще колонки сюда подключить родные. Можно другие приколхозить, какие угодно. Это вообще Wi-Fi. Все эти моменты у вас остаются полные, знаешь, свобода действий. То есть можно... Вот сейчас у нас в токе около 40 градусов. Включаем полностью стресс-тест ID. Подождем буквально пару минут и посмотрим тепловетром, сколько у нас греются основные области, которые будут непосредственно влиять на матрицу, чтобы мы не переживали за ее работоспособность в будущем. Огонь! Смотри, что самое интересное. Да, у нас сейчас полная чистка профилактики. Еще какой плюс этого всего. У нас полностью продуваемая система. То есть это не в корпусе ноутбука стоит. То есть перегреваться тут особо ничего не должно. Действительно, напомню, здесь корой 5-й, 3-го поколения 720-й GeForce. Ноутбуки у нас сейчас температуры ниже 60 градусов. Но давайте просто посмотрим. Здесь у нас должна быть видеокарточка. Температура у нас в районе 47 градусов. Вот здесь на уровне. И проц. Тоже сколько? Около 40. Ну то есть вообще, учитывая то, что это никак не будет привлекать к матрице, более чем безопасный способ, однозначно, перегреваться ничего здесь не должно. Это нас радует. Поэтому давайте попробуем все это приколхозить в матрице. И что у нас из этого всего получится. Я верю, что у нас получится хороший тестовый стенд для данной матерической платы, а для вас опыт собрания моноблока. У себя дома. Притом подручным действительно средством. Задача. Сделать такое же по высоте расстояния, буквально из картоночки, просто на другой стороне платы, чтобы это все дело у нас зафиксировало. Сейчас отрезаем из первой попавшейся коробки. Так сказать. Этот весь момент. И смотрим, что у нас будет. Вот так вот, допустим. По высоте. Смотри, низко, нормально. Слушай, да в принципе норма, если учитывать то, что да, вот как раз. То, что нужно, просто два слоя сворачиваем, и я думаю, мы сейчас ее вот сюда вот зафиксируем. Прям красиво. Отрезаем. Веди. Вот так вот. Четко. И по высоте он как раз должен быть на уровне вон с теми USB-шниками. Идем в соседнюю комнатку и наносим, ножницы не забываем, и наносим как раз таки наш скотч. Давай. Прям. Не отходя от пасы. Нам там много ли нам надо? Да, совершенно нет. Совершенно нет. Прям берем, не стесняясь. Вот так. Раз. И с другой стороны тоже, потому что это нам придется лепить на матрицу саму. Два. Смотри как, за минутку буквально. Все есть. Тут можно даже не мучиться с тем, что оно немножко, то есть можно и не склеивать эти картонки. Я думаю, нам и так это прекрасно подойдет. Есть контакт. И давай в принципе вот сюда. Я думаю, мы и зафиксируем более, чем нас это устроит. Комбинация. Шлейфик он будет? Или может немножко? Да, хотя нормально. Все. Огонь. По высоте у нас примерно то же самое получилось. И, кстати, сразу наносим вот сюда на порты. Двухсторонний. Он достаточно намертво будет держаться. Все. Огонь есть. Теперь нужно решить самый важный момент. Как она у нас будет располагаться на матрице. Потому что у нас есть шлейф, безусловно, который все это дело нужно законнектить. Так, смотрим. Веб-камера нас вообще не интересует, если честно. Нужно, чтобы это все дело оно будет смотреться вот так и выдувало. Соответственно, при этом был удобный доступ к шлейфу, который у нас вот тут идет. Давай сразу его вставим. Вот так вот. Огонь. И, соответственно, на выдув. Что нам нужно? Вот прям по самому этому. Единственное, что, конечно, у нас зарядочка. Хотя, можно ее будет потом упаковать куда-то вот сюда, допустим. И все. Да, так и сделаем. Этот момент и по высоте оно будет... Оно даже не прилегает. Нам даже не обязательно там что-то творить. Оно вот так вот, если мы сделаем раз-два, да, оно даже не зафиксируется. Все. По-моему, идеальное преступление. Чем мы сейчас и займемся. Берем, смотри. Прям все тоже. Одним кадром буквально. Handmade тестовый стенд. Раз. Есть. И второй тоже. Ну что. Грандиозная идея. Имеет место быть. Кроме одной проблемы. Ха! Ёшкин дрын! Кнопка-то включения у нас-то ее нету. Ладно, сейчас буквально секундочку придется. Нам придется вывести небольшую кнопочку включить, потому что я-то сейчас закрою, и мне закоротить не получится. Тогда нужно придется вывести небольшую кнопочку просто на внешнюю ситуацию. Так, поспешил чуть-чуть. И сюда. Импровизированная кнопочка. Есть. Минус. Плюс. Огонь. Все, теперь можно потыкать. Это причем... Причем... Дай, Саша, я покажу. Вот. Это как раз-таки от компа. И-и-и-и. То, что нужно. Кнопочка включения от фермы. Идеально. Бля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Маленький лохар для молодых пацанов. А теперь в дело. Искренне попытались подобрать подходящий шлейф на кнопку включения, чтобы он был не супер колхозный. Но, к сожалению, распиновка у них чуть другая. Не подошел. Не нашел я конкретно такой модели. Вот. Любезно сотворили кнопочку из кнопки включения от компьютера. Вот. Минус на минусе. Все здесь четко есть. Ну, собственно, тот же эффект, что ты замыкаешь там пинцетом. Один в один. Теперь. Самый трогательный момент этой всей сцены. Убедиться, что у нас это все помещается и свою задачу выполняет. Чтобы делать это все максимально красиво. У нас, понятное дело, порты должны быть сбоку, не должно нереально там выбирать откуда-нибудь. Поэтому прям фигачим. Ой. Вот так вот. Так, это мы все убираем. Давай. Это тоже. Я практически готов. Вот так вот. Примерно. Вот так вот мы это будем делать. Так. По высоте у нас. Вот так. И это сюда. Раз. Одна сторона. И вторая сторона. Вот так вот. Ну-ка. Ну, если... Ну, это практически идеальная работа. Все. Есть. Смотрим. Основной момент. Зазор. Огроменный. Туда можно самому залезть и скрыться от чего угодно. Да, все четко. Подушечка, амортизация даже есть. Момент еще вот важный. Смотри. Упадет ли это все концепции лет? Я придержу рукой. Нормально. Всего лишь две. Вот что значит автомобильный двухсторонний скотик. Идеально. И у вас есть рабочий. Готово. Запас есть. Запас высокий. Теперь кнопочку включения мы выводим. Смотри. Отдельно сейчас куда-нибудь вот сюда закрепим. Сейчас только ответим на телефонный звонок. Момент. Должны в создании этого шедевра участвовать. Есть. Подать пламя. Давай, дружище. Есть. Мы сейчас фиксируем кнопку включения, потому что она должна быть прям максимальной. Тут металлическая, так что я думаю, ничего страшного. Ой, что-то плохо. Как-то я ее... Это специальный какой-то клей? Безусловно. Работает только на зажигалке? Годы разработок. Вот. И еще немножко вот с другой стороны. Все. Вообще готово. Кнопка включения есть. А кнопки... Блин, еще эта зарядка. Ешь, сендрэм. Ладно. Сейчас все постепенно. Но это уже можно даже не снимать, на самом деле. Я вот последнее, что зафиксируйте просто проводочки. И потом уже на включение. Сейчас зафиксирую еще питание на зарядочке. И у нас полноценно... Смотри. Хоть что-нибудь видно? Ну, там что-то еще. Чуть-чуть торчит. Но все. Это вот. Собранный. Бросота. Заснять нужно успешный успех, друзья. 30 минут на стресс-тесте Аиды. Температура даже до 60 не доходит. 720-ая. Ай-3... Ой, ай-5 загружен полностью. Все работает четко. Я вот прям при вас. Беру, нажимаю на кнопочку. На стороне я заберу. Вот, ну-ка, завершение работы. Вуаля. Просто четненько. А, даже, для муниционных. Вот теперь вопрос. А, да, он все вышел. Соответственно, просто завершаем работу. Кнопочка функционирует изумительно. Зарядочка с этой стороны тоже выведена. USB-шечки работают. Температура сами видят. Внучить интеграцию. И, конечно же, просто финальный лук этой всей процедуры. Смотри. Все. Рабочий полностью конкур. Оперативочка в самом быстром доступе на всей планете, чтобы можно было поменять. SSD-ка тоже самое. Процед, без каких-то проблем. То есть, у нас получился достаточно тонкий, здоровый, 15-6-дюймовый планшет. Изумительно тонкие рамки. Вот, с возможностью, в принципе, любого апгрейда. Из пожизненных гарантий. Виртуальная клавиатура. Есть. Да, смотри, без проблем. Wi-Fi, колонки, звук. По факту, на самом деле, сюда даже можно еще место под батарею есть. То есть, если повыводить контакты, можно без проблем сюда еще разместить батарею. И, в принципе, получается очень такой полноценный комп. Все. Это буквально, вот сколько там прошло, может, 15-20 на видео. И вы увидели, как делается вот такая вот машина. Я считаю эксперимент максимально удачный. Это как раз заодно. Видео подтверждение человека, который на ремонт нам прислал, работает, включается. С первого раза проблем никаких тут нет. Честное слово. Спасибо, что посмотрели это видео. Вот, принимаем заказы на сборку вот таких. Матриц у нас много. Мы можем покрыть запросы абсолютно всего СНГ на сборку вот таких вот вещей. Пишите, пожалуйста, в группу ВКонтакте, чтобы наши менеджеры и операторы повара посовместить с просто хорошим человеком Антон. С ума сошел. Шутка, конечно. Ни в коем случае мы такие вещи не делаем. Но для кого-то опыт, эксперимент, я считаю, максимально четкий. Еще раз спасибо, что посмотрели. С вами был Даня, Ваня, Саня, Антоха и компьютерная мастерская KPC, если обобщать. Увидимся с вами завтра еще с каким-нибудь прикольным видео. Напишите, что вы думаете вообще о такой формате. Хотели бы вы себе что-то такое. То есть вот так по факту взял, прилепил на стеночку, у тебя было наценку. Ну, такой просто захочешь, не купишь. А главное дешево. Главное универсальное. И можно делать с абсолютно любимыми интересными платами ноутбука. То есть, ну, просто пушка-бомба-огонь. Если хотите увидеть небольшой обзорчик, конкретно как ты себя чувствуешь, допустим, основа в тестах, то есть, можем снять отдельный роличек, посмотрим, потестируем грубо, поиграем в КС-очку. Вот на такой вот штуке посмотрим, насколько эта вещь вообще жизненная. Ну, по производительству, наверное, будет как обычный ноутбук. Тем не менее, сам факт очень интересен. Все, бодрячком, почаще улыбайтесь. Вот, несмотря на то, что вокруг летает очень много радиации, старайтесь себя беречь. Все, всем спасибо, пока-пока. Я понял, что я так и не заснял, что он включается. Вот именно, не просто работает, а включается именно с первого раза. Здесь такие проблемы. Включаем зарядочку. Нажимаем кнопку включения. Все, ой, теперь максимально справедливо. Теперь все счет включился, работает. Это как раз надо сделать кадр для прививки. Любим вас на сегодня, друзья. Пока-пока. А еще я только что понял, что на складе есть сенсорная матрица. Это вообще идеальное преступление. Действительно получится планшет мощности конкуртового ноутбука. Все, пока-пока. Субтитры создал DimaTorzok